Друзья, сегодня мы показываем хвостиков, о которых вы часто спрашиваете нас, где они и как они живут. Ножка вон у нее, и ножка кровит. Надо что-то с ножкой делать. Характер очень у нее хороший, очень ласковая. Руки лижет, лижет. Вики, наша белянка, трехлапка, бывшая Снежа. У Вики все замечательно, она живет на квартирной передержке. И как вы видите, она приспособилась жить на трех лапах, бегать быстрее всех на прогулках. Недавно девочку стерилизовали, привили. Готовим ее в пиар. У Вики все замечательно. Продолжение следует... Скиф. Наш рыжий скиф. Которого рвали в ППЖ сородичи. Помните его? Помощь тогда подоспела вовремя. Хорошо, что были рядом волонтеры. Мы забрали его, привезли в Москву. У скифа были проблемы с лапой, с прокушенной мышцей лапы. Но провели обследование. И в клинике нам сказали, что какие-то процедуры кардинальные или операции проводить уже бесполезно. Лапа срослась. Немного будет кривая. Но ничего, никаких хирургических вмешательств не требуется. Так что у скифа тоже все замечательно. Веселый, прыгает, радостный на передержке. Вы можете в этом убедиться сами. Нога его уже не беспокоит. И он бегает наравне со всеми. Скифу сделала на фотосессии. И сейчас мы ему ищем дом и семью. Скифу сделала на фотосессии. Алтай. Умирающий когда-то пес. Выполз под ноги волонтеру. Это было осенью. Ранней осенью. Была долгая борьба за его жизнь. Операции, лечения, процедуры ежедневные. Но сейчас Алтай в Москве. На передержке. Привыкает к спокойной, сытой жизни. О нем заботятся. Алтай также ищен семью. Это замечательный, очень умный и красивый мальчик. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Папа вернется, тебя покормят еще раз. Хорошо, что вы люди добрые. Не забывайте нас. Поддерживайте морально, финансово, добрым словом, просто лайками. Это очень помогает. Значит, хочу сказать про мошенников, которые говорят, что мы мошенники. И вообще непонятная история. Мы ни разу никому плохого слова не сказали. Хотя мы знаем, что есть и такие поступки, которые можно расценивать как просто воровство. Ну, да ладно, бог им судья. Одно могу сказать. Все, кто хотят проследить судьбу собак, все, кто пишет гневные комментарии и всякие там обвинения, просто откройте страницу Ларисы Володиной. Загуглите его, и там все выйдет. Люди, которые пакостят, которые гадят в комментариях. Ну, они, наверное, неустроенные люди. Ну, наверное, у них судьба, жизнь их обидела. Это люди мелкие, людишки просто так, живущие, паразитирующие. Возьмут 10 собак, раздует штат 10 человек, и все кормятся. Мы работаем троем. Я, Лариса, Таня. Она сейчас там, в Москве, к ребенку уехала на новогодние праздники. Поэтому, люди, делайте выводы, смотрите наши видео. Каждая собачка, есть история от начала и до конца. И собачки могут сидеть месяцами, пока не найдут своих хозяев. Никто их никуда ничего не выпускает. Вот. Поэтому, следите, пожалуйста, за новостями. Отделяйте зерна от шелухи. И будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!